Привет, с вами снова Варламов Кирилл из компании OnGrid Systems. Сегодня мы посмотрим новый MetaMask для мобильного устройства. Это первая версия его, еще не релиз, еще только техническое превью этого клиента. Уже несколько лет он был доступен в качестве плагина для браузера Firefox и Chrome. И вот сегодня, несколько часов назад, он был опубликован в PlayMarket как нативное мобильное приложение под Android. Что ж, давайте мы его поставим и посмотрим, что представляет из себя мобильный MetaMask и насколько он отличается от десктопного. Скачался, установился, открываем. Мы видим эфировский аккаунт. Доступна возможность создания второго аккаунта. Давайте попробуем. Доступна возможность переключения между между разными аккаунтами. Можно добавлять токены стандарта ERC-20. Они даже ищутся, насколько я понимаю, через Etherscan. Настройки похожи на настройки MetaMask плагина. Пока я отличий не вижу. То есть, в целом, примерно то же самое, что и в браузерном. Experimental Payment Channels. Вот это интересная история. По Payment Channels что позволяет делать? Эта технология позволяет ускорить платежи и сократить время с десятков секунд, которые обычно требуется для проведения платежа до миллисекунд. Если раньше у нас в браузере был MetaMask, то сейчас наоборот у нас в MetaMask браузер. То есть, я вижу браузер как как раз тот браузер, который позволяет получать доступ в блокчейн через ваш кошелек. Загрузилось приложение, оно запросило доступ к Web3 и также как и на десктопной версии, как Connect Request отображается. Кошелек будет показывать сайту аккаунты свои и позволяет с ними взаимодействовать. Мы, конечно, разрешим этому DAP взаимодействовать. DAP увидел аккаунт. Скопировали. Иду в браузерный MetaMask из сети Robston. Отправлю я на этот аккаунт. Несколько монет. Подтверждаю отправку. Это я из браузера отправляю из другого MetaMask, где у меня на Robston есть денежки. Средства пришли. Мы видим, что на аккаунте. Видимо, как только запахло деньгами, MetaMask предложил забэкапить фразу. Предлагают пароль. Значит, рекомендуют сохранить фразу. Ну, давайте. Давайте скопируем адрес первого аккаунта. и отправим часть денежек на него. Отправим половину. Отправим половину. Получатели. Увеличилось. В целом, впечатление от этого продукта положительное. Он действительно хорош тем, что как минимум повторяет те фичи, что есть в браузерной версии для десктопов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok